Буквы разные писать, вычитать и умножать, малышей не обижать. Этому и не только учат в школе. 1 сентября стартовал новый учебный год. Старт этот всегда торжественный. День знаний – настоящий праздник для учащихся студентов, педагогов, родителей. Особенность моего присутствия в этой школе есть, потому что первый раз в пятую школу идет директор этой школы Марина Валерьевна Комаровских. Я хочу лично ее представить, сообщество учеников и родителей этой школы. В силу объективных причин Людмила Дмитриевна решила уже не заниматься педагогической и управленческой деятельностью. Мы приняли ее это решение. Я очень благодарна Людмиле Дмитриевне за то, что она, во-первых, помогла руководителю влиться в эту работу, потому что это всегда волнительно. В любом случае, в руководстве любым учебным заведением. Значит, то был плавный переход, это был летний период. Можно было обговорить все вопросы, рассказать о коллективе, о каких-то моментах, о каких-то проблемах. Я думаю, что Марина Валерьевна сегодня подкована в вопросах жизни школы. Нормально начнется новый учебный год с новым директором. Новый учебный год с новым директором. С таким новшеством входит пятая школа в очередной учебный период. Есть небольшое волнение, потому что любое новое дело всегда вызывает волнение. Но есть огромное желание работу эту сделать хорошо. Традиция как руководителя и как человека делать любое дело ответственно с самого начала и до самого конца. Подводить любому начинанию итог. Делать выводы и каждую новую работу делать еще более качественно. Педагогическая традиция относиться к любимому предмету, это у меня общество знания, как к важной части нашей жизни. Потому что общество знания – это предмет, собственно говоря, о том, что происходит с нами в самой обычной жизни каждый день. Марина Валерьевна по образованию учитель истории и общества знания. У нее около 25 лет педагогического и более 10 лет руководящего стажа. Есть опыт работы экспертом Департамента образования Кировской области. Последние 6 лет руководила школой в селе Ильинском Слободского района. Предложение перейти на должность директора в пятую школу нашего города получила минувшим летом и дала согласие. Любой новый учебный год несет в школу обновление. В этом учебном году мы вводим учебный план астрономии в 11 классах. В этом учебном году у нас появляется курс основ черчения в 8 классах. Я желаю каждому школьнику в этом учебном году найти себя, найти, может быть, что-то новое, открыть в тех людях, которые его окружают, в той учебной деятельности, которую он ведет. Педагогам пожелаю, чтобы ученики при встрече с ними искали новых знаний, чтобы было как можно меньше конфликтов у нас в школьной среде, чтобы мы и на работу шли с удовольствием и с работы выходили с хорошим настроением. С каким настроением идете в школу? Что вы, что вы? Я с прекрасным. А сын? С хорошим. Учиться хочется? Ну да. Хоть и говорят, что вроде бы нет желания у детей, это неправда. Судя по своему ребенку, мне кажется, они хотят. Занимались перед началом учебного? Да, да, честно занимались. С желанием или все-таки было настойчивое желание мамы? Была фраза «мама», но у меня же отпуск, так что вот заставлять приходилось. Надеемся, что все будет хорошо. Дети с каким настроением пришли? Дети радостно идут все в первый класс. С желанием учиться? С желанием учиться, да. Сами тебя помните в их возрасте? Шли тоже весело, радостно. Учились с желанием? Да. А как думаете, нынешние дети с желанием идут в школу? Я думаю, с желанием идут, всем охотно поучиться, получить знания. В новом учебном году в Слободские школы за парты сядет чуть менее 4000 учеников. В пятой в этом году 795 школьников. Из них 81 первоклассник и 24 учащихся заканчивают школу. Семь лет не исполнилось в этом году. Теперь я большая, учиться пойду. Я буду стараться, не буду лениться. Я очень довольна, что я ученица. Мы волнуемся сегодня, первый раз осенним днём. Прямо к школьному порогу мы с букетами идём. Что ж, смелее в долгий путь. Школьный, интересный, а в дороге не забудь дом, друзей и песню. Свини, звонок, свини, навстречай. Дари мечты, детские сны наши разгадай. Свини, звонок, свини, навстречай. Новых друзей, школьных друзей вместе собирай, собирай.